здравствуйте сегодня у нас тема будет такая связи с морозами я проживаю на даче и у меня но это не первый год эта история происходит регулярно когда морозы перехватывалось воду которая поступает в дом и вот этот отрезок который идет из подпола в дом входит перехватывает замораживает приходилось его оттаять сложно оттаивать освобожать ото льда ну наконец я решил установить подогрева кабель подогревающий который включается автоматически при замерзании причем он включается в том месте где перехватывает на том участке он включает где замерзает вот я двухметровый взял как говорится с запасом на всякий случай вот сложность в чем здесь вот у меня труба входит в дом 20 но это примерно если брать металлическую трубу это пол дюйма ну чтобы ввести вводится через такой вот тройник очень сложный когда такой размер это самый маленький размер трубы пнд поэтому внутри там естественно зауженные каналы вот а конец у у кабеля вот здесь вот пластиком пластиковая трубка одета и запаянный кончик и он не гнется почти еле-еле гнется и при прохождении при прохождении вот этот угол который в этой в тройнике пнд его приходится загибать через вот это отверстие деревянной такой палкой чтобы он начал загибаться и проталкивать проталкивать тоже тяжело очень сложно проталкивается в результате возможные повреждения вот этого пластикового это пластиковая защита вот этого кабеля здесь это поворотная часть идет кабеля и она если вода будет попадать внутрь то кабель выходит из строя это не дешевое удовольствие вот этот вот во всяком случае вот этот кабель без тройника не обошелся 2600 2600 он здесь соединяется вот таким образом здесь потом винчивается переходник вот он переходник дальше резиновая уплотнительная такая резинка здесь опять металлическая шайба и затем зажимает вот это вот гайка ну штуцер будем называть штуцер вот он и зажимаем и раздавливаем эту резинку и это мы уплотняем до той степени чтобы вода не проходила если вдруг вы заметили просачивание подкапывание еще подтягиваете это добиваетесь полной герметизации но почему я в основном этот ролик решил отснять чтобы избежать потому что когда проталкиваете угол этот перехода там острые существуют острые уголочки внутри тройника и могут какое-то повреждение нанести этой защите которую вы можете не заметить и через нее будет микроскопические попадение воды со временем кабель будет выведен из строя 2600 это я считаю не маленькие деньги мало что не маленькие деньги опять трудности с ее установкой так вот мой совет вам конечно я после того как все проделал решил вам после этого выложить это я первый раз столкнулся вот клей берете суперклей гель промазываете всю поверхность вот этой защиты всю прям наносите слоем гель затем берете изоляцию и ну я два ряда я думаю два достаточно это как дополнительная защита по гелю заматываете начиная чуть раньше этой защиты с кабеля от кабеля начинаете идти и наматываете на концевик этот затем значит переход делаете в обратную сторону и еще один слой изоляции накладываете на этот концевик это вам даст дополнительную гарантию что у вас вода не будет попадать вовнутрь ну все что я хотел сказать кто столкнется с этой проблемой имейте ввиду что может возможное повреждение при протаскивании через тройник есть другой вариант если у кого-то металлические трубы то там ну не обязательно металлические если даже пнд тогда через переходники на пнд ставите переходник на тройник полдюймовый тройник полдюймовый но у него угол 45 градусов наклон вхождения вот этого вот тройниковой части средняя она под углом 90 градусов вот но они обычно их используют обычно ставят иногда такие тройники чтобы фильтр туда вернуть фильтрующий элемент чтобы в трубу входил вот можно его использовать но у кого пнд это лишние конечно элементы тогда и как я сказал про трайн понадобится переходник здесь с пнд на одну вторую и вверху с пнд на одну вторую вот это добавляет расходы так что прежде чем покупать конечно посмотрите ролик и определитесь решите какой вам дело сделать вход на этом до до свидания до следующих роликов если понравилось поставьте лайки подпишитесь на канал до свидания